Шалом, друзья! Шаббат шалом! У нас сейчас ряд объявлений, поэтому будьте внимательны. И первое объявление касательно молитвенного служения. Я прошу тут быть особенно внимательными, потому что в среду молитвенное служение переносится на полчаса и будет в 18.30. Я думаю, что наши служители еще будут делать рассылку и напомнят вам об этом, но молитвенное служение в воскресенье, в среду в 18.30. Малый зал. В это время будут заниматься с вашими детьми, поэтому приходите, если вам не с кем оставить детей, приходите с детьми. Также важный момент. Молитва перед служением каждую шаббат проходит в 10 часов утра в нашем нижнем зале, поэтому тоже это очень важная часть. Потому что помните фильм «Ушпизим», где персонаж говорил, что на всяком месте, где есть не устройство, есть недостаток молитвы. Поэтому, чтобы у нас было устройство, нам надо молиться, и это очень важная часть. Милости просим в 10 утра, нижний зал, наши братья и сестры собираются для молитвы. Молодежное служение. Обращайтесь по телефонам у нас. Есть молодежные лидеры, которые ответят вам на все вопросы. Телефонов я не вижу, тогда я вам их продиктую. 093-253-06-35 и 063-545-94-10. Есть! Ура! Видите, у нас все работает. Я иногда бегу впереди паровоза. Слава Богу! Домашние группы. Четыре региона мы покрываем домашние группы. Имена лидеров и номера телефонов вы будете видеть сейчас на экране. Поэтому обращайтесь. Это тоже важная часть, особенно время этих карантинных ограничений. У нас есть возможность общаться. Мы собираемся малыми группами. Придерживаемся всех норм. Мы на группах в масках все санитарные нормы придерживаем. Но имеем вот это вот общение, которое помогает нам проходить этот непростой период. Также очень важное объявление для тех людей, которые уже вот к нам ходят достаточно давно. И уже в их сердцах созрело решение стать частью общины у Архамышея. Начинается набор на членский класс. Как вы знаете, этот класс проводит Виктор Расюк, наш учитель, драгоценный брат, который вам расскажет о нас, расскажет о том, во что мы верим. И покажет вектор направления, куда движется община и ее цели, и методы достижения этих целей. Поэтому, если вы желаете стать частью общины в Архамышеях, обращайтесь к Виктору. И заключительное объявление касается нашего служения с таким теплым и вкусным названием, как «Чашечка чая». И это служение для людей, которые у нас первый раз. Если вы к нам пришли первый раз, а может быть не первый, но вы еще с нами не познакомились, мы не рассказали вам о себе, вы не рассказали нам о себе, пожалуйста, милости просим, поднимите сейчас руку, и вам служителя вручат жетончик, который в конце служения вы сможете обменять на чашечку чая и прекрасную беседу. Поэтому, если вы первый раз или еще с нами не познакомились, поднимите, пожалуйста, руку, и служители к вам подойдут. Спасибо за внимание, друзья, и верю, что вместе мы будем строить общину, строить Царство Божие, потому что в этом наше призвание. Строить Царство Божие, распространять Царство Божие в поместном соврании. И вот, если вы на этом месте, то, значит, Бог вас призывал созидать Царство Божие именно на этом месте. Аллилуйя! Слава Богу! И сегодня я хочу с вами поделиться посланием, послание, которое Бог положил мне на сердце. Это вот праздничные дни, дни особенного размышления. И сейчас мы с вами находимся в самом таком центре осенних праздников. И, как мы знаем, и уже много сегодня говорилось, завтра вечером начинается Йом-Кипур. Этот праздник называется Судный день, или его такое более дословное название День покрытия. И мы можем с вами читать в книге Левит, написанном в 23 главе, 26-28 стих. «И сказал Господь Моше, говоря, так же в девятый день седьмого месяца сего День очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это День очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего». И, как мы с вами видим, этот текст показывает, что не Маше, а Сам Всевышний, Он установил этот праздник, потому что только Он один является инициатором очищения и искупления человека. И не только человека, но и всего народа. В наше время этот день, в этот день все религиозное общество от вечера до вечера посвящает свое время для покаяния, для молитв, для изучения Священного Писания. Во времена Танаха Йом-Кипур, в Йом-Кипур было немножко по-другому, было особенное служение в краме, центральным событием которого было жертвоприношение за грехи народа. И Йом-Кипур, он всегда был и есть праздником особенного смирения. В этот день воздерживались от каких бы то ни было дел, кроме богослужения. Сейчас же это еще и день такого полного поста в течение суток. И это делается все в знак раскаяния перед Всевышним Владыкой, который является Всевышним Судьей. И очень важным фактором праздника является то, что каждый верующий еврей, он верит, он обязательно верит, что в Йом-Кипур его грехи обязательно будут прощены и покрыты. Современная традиция праздника, конечно, она очень отличается от библейской. И я сегодня не буду вам рассказывать об этих отличиях, но повторю еще раз эту важную часть, что каждый верующий еврей, он ожидает прощения от Всевышнего. Но нам очень важно понимать, что это прощение не является само себе разумеющимся фактом. Если я пришел к Богу, то Он обязательно должен меня просить. Чтобы приобрести прощение от Всевышнего, человеку необходимо пройти определенный путь. И если мы думаем, что наш путь закончился в тот момент, когда мы приняли Ишуа в свое сердце Господом и Спасителем, то мы ошибаемся. Мы идем путь нашего спасения, как говорит Священное Писание. И еврейская традиция, она делает определенный такой яркий акцент на этот путь и на определенные времена в этом пути. Дни трепета, как я вам сказал, которые сейчас проходят, называют Ямим Нараим. Время переосмысления своей жизни, время переосмысления своих поступков и время покаяния. Действительного глубокого раскаяния перед Богом. И в прошлую пятницу прозвучал звук шафара, который возвестил нам о празднике Рош-Хашана или Йом-Труа в начале этих дней трепета. В этот период во всех синагогах в утренние молитвы добавляются особенные покаятельные молитвы и слихот. И каждое утро, вот 45 минут религиозные евреи, они молятся о покаянии или находятся в покаянии. Эти молитвы, они направляют человека вообще по сути к пониманию того, что даже несмотря на то, что мы стремимся к какой-то праведной жизни, несмотря на то, что мы пытаемся и исполняем заповеди Всевышнего, мы по-любому все согрешаем и нуждаемся в покаянии для получения прощения от Бога. И сегодня я хочу задать всем нам вопрос, актуальна ли концепция еврейских осенних праздников для верующих Брит-Хадаша, Нового Завета? Ведь мы с вами знаем из Писаний, что в Йом-Кипур времен Танаха первосвященник, он ежегодно входил во святое святых для того, чтобы принести кровь жертвы за грех. В Брит-Хадаша все изменилось. Рав Шауль говорит в послании к евреям, это 9 глава послания к евреям с 11-12 стих. «Но Машех, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинию нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вечное искупление. Ишуа приобрел для нас вечное искупление. Аллилуйя! Надо воздать Ему славу. Он велик. Слава тебе, Господь! И интересный фактор, что значение слова, которое использует Рав Шауль, вечное, значит без начала и без конца. Второе значение этого слова – это постоянное. То есть наше с вами искупление, оно постоянное, оно бесконечное. Наши грехи покрыты навсегда. Далее Павел продолжает уже в том же послании евреям, 10 главе 12-12 стиха по 18. «Он же Ишуа, он же, говорит свое Ишуа, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем до голя враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Он сделал навсегда совершенными нас. И я хочу задать вопрос, здесь есть совершенные? Амэн! Мы совершенные. Бог своей жертвой сделал нас совершенными. О всем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспоминал более. А где прощение грехов, там не нужно приношения за них». Прекрасные слова, которые вдохновляют нас, верующих в Ишуа Машеха. Они вдохновляют, я уверен, каждого из нас. К этим текстам мы еще вернемся. Таким образом, друзья, мы видим, что Юмки-Пуру, праздник, в который покрываются все наши грехи, и в который еврейский народ, он ждет, неверующий, я имею в виду, в Мессию, ждет. Покрытие этих грехов для нас актуален тем, потому что это время нашей с вами, по сути, радости. Радости от сознания того, что наши грехи покрыты раз и навсегда, и мы имеем это вечное искупление. Почему мы в этом уверены? Потому что наш Господь Ишуа Машех, будучи первосвященником, вошел во святое святых и покрыл наш грех, покрыл своей святой кровью. Но у меня еще один вопрос. Актуальны ли для нас верующих Брит Хадаша дни трепета? И сегодня я хочу поговорить именно об этом. Нужна ли нам с вами такая духовная инвентаризация нашей жизни? Ведь, по сути, идя по пути нашего с вами спасения, мы каждый день можем, если мы согрешаем, остановиться, покаяться в своих грехах и двигаться дальше вперед. Каждый день мы можем и должны, по сути, это делать. Чтобы ответить на этот вопрос, приведу вам пример из нашей с вами повседневной жизни. Я уверен, что каждый из здесь присутствующих, он делал дома уборку. Да, все делали, наверное. Ну, конечно, наверное, только, может быть, дети маленькие там и то уже помогают. Сестрам этот пример более понятен, но братья, думаю, тоже участвуют в этом процессе. Каждый день надо там подмеси, помыть полы, может быть, через день вытирать пыль. И это обычная, совершенно обычная практика в семье. Да, мы все это делаем, потому что это надо делать, потому что если это делать не будут, то тараканы вынесут нашу мебель. Надо это делать. Но в каждой семье существует такое понятие, как генеральная уборка. У кого есть такое понятие, да? Наверное, я думаю, что у всех присутствует этот момент. И для кого-то это может быть катастрофой, этот процесс, а для кого-то это прекрасная возможность избавиться от кучи ненужных вещей, которыми заполнены шкафы, там, тумбочки, кладовки, а также возможность привести свое жилище в должное состояние. Лично я вам скажу, что я очень люблю генеральные уборки. Везде становится сразу гораздо больше места. Мне не надо в субботу говорить, Ира, где моя белая кипа? Потому что кипа лежит на своем месте, я знаю, где она находится. Скажу вам, что для меня самое прекрасное состояние, я ее люблю, и это вот от моего папы передалось мне, лечь после этой уборки и любоваться чистотой. И я могу вот так пролежать час и просто любоваться, что все чисто, все красиво, все сверкает. Это очень интересное такое состояние. Но такие настоящие генуборки мы делаем с вами ведь не так часто, правильно? И они занимают, по сути, если мы подходим основательно к этому вопросу, ни один и ни два дня. Если там перемыть всю посуду, все сделать, это достаточно такой трудоемкий процесс. И если мы вспомним взрослое поколение времена нашей юности, то, как правило, такие уборки делались перед Новым годом. Перед Новым годом всегда делались эти уборки. Тоже мы видим, что все-таки эту традицию взяли от евреев, только решили, говорят, мы немножко изменим, будем делать до Нового года. Мы делаем же духовную уборку после, а там делают эту уборку до Нового года. Я, конечно, шучу по поводу уборки и связи уборки с Новым годом, но на этом примере я хочу показать, почему нам так важно иметь эти дни трепета. Потому что, как в нашей с вами повседневной жизни, убирая свой дом, мы порой что-то оставляем, какой-то мусор, нам иногда не хватает времени, иногда не хватает сил, иногда мы просто пропускаем какие-то вещи. Так и в нашей духовной жизни по причине суеты, какой-то, может быть, невнимательности, мы также можем пропускать какие-то наши неправильные поступки, какие-то наши неправильные понимания, какие-то наши неправильные действия. Поэтому, имея этот цикл десятидневного размышления о своей жизни, мы имеем это время самоанализа, в которое мы смиряемся перед Богом и пытаемся вымести из уголков нашего сердца всякий грех, посмотреть на нашу жизнь, оценить ее. Если мы это делаем, то я скажу вам, что мы будем идти по пути покаяния. Потому что есть определенная тенденция, и я о ней скажу немножко. Сейчас время скоростей, и наше покаяние, оно немножко выглядит так. Каюсь, каюсь, отрекаюсь, Святым Духом наполняюсь и побежал дальше. Но я скажу вам, друзья, что в наше время дьявол, он очень часто обманывает детей Божьих именно вот в вопросе шувы, в вопросе раскаяния. И интересно, что для обмана он использует не что иное, как слова из священных писаний. Помните искушение Иешуа дьявола? Что делал дьявол? Он брал слова Писания, вырывал их из контекста и выдавал как истину. Но Иешуа он показывал истинное значение этих слов. Так происходит и сейчас. И если мы вернемся и вспомним тексты из послания к евреям, которые я вам зачитал ранее, то сегодня многие верующие, они принимают слова о вечном искуплении как слова исповедания, думая, что исповедание, спасение и искупление освобождает их от покаяния. Хотя мы знаем, что Писание говорит, что сердце верует и устами исповедует ко спасению, но нельзя вырывать стихи вот так. Есть концепция священного Писания. Концепция, которая говорит, что мы идем путь. Концепция, которая говорит о том, что мы нуждаемся в покаянии. Часто дети Божьи забывают, что грех, как во времена Танаха, так и сейчас, уже после нашего с вами покаяния, по-любому становится преградой между человеком и Богом. И если мы будем постоянно делать один и тот же грех, то эта преграда может вырасти в непреодолимую стену. И эту стену возводит не Бог, а мы сами, нашим нераскаянием. И почему-то люди забывают, что грех, что для прощения человеку важно искупительная жертва Ишуа Машеха, но важно еще и раскаяние в соделанном проступке. И дни трепета, они приводят к нас к пониманию того, что мы с вами, будучи искуплены и оправданы, все равно согрешаем и нуждаемся в покаянии для получения Божьего прощения. Апостол любви Иоанн в своем первом послании, первая глава, восьмой, девятый стих, говорит следующее. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Он простит нас на основании того, что Ишуа уже вошел во святое святых и покрыл наших грехов. Но когда мы исповедуем этот грех, его жертва, она говорит, наш грех покрыт. И приходит наше прощение. Не потому, что я уже христианин, а потому, что я христианин, который признаю, что я согрешаю и исповедую свой грех. Но сегодня, как я сказал уже, что многие думают об автоматическом прощении грехов на основании своего исповедания веры в Божье искупление и оправдание. Согрешил? Боже, прости меня, и побежал дальше. У меня нет времени. Нормально. Буду... Главное, что я это сделал. И если мы с вами думаем, что это редкое явление в современном христианском обществе, то вынужден вас разочаровать. Реальность, она как раз показывает обратное. Но еврейская религиозная духовная практика говорит, что шува это покаяние, это путь. И Иоанн, будучи евреем, когда писал свое послание, то использовал слова, которые раскрывали и утверждали эту концепцию. И если мы посмотрим на прочитанный нами 8-9 стих в 1 Иоанна, то увидим, что апостол начинает с того, что каждый человек, а он писал это кому? Он писал это к верующим людям. Он говорит, что каждый человек нуждается в искреннем и глубоком осознании личного греха и необходимости покаяния в нем. Друзья, очень часто, когда люди согрешают, то у них возникает такое поверхностное чувство сожаления. Очень часто это сожаление даже может быть диктуемо тем, что Бог и Его Слово оно осуждает и наказывает грех. И мы видим с вами в Писании Иуда, который предал Ешу. Там используется слово раскаяние. Там написано, что он раскаялся. Но это было раскаяние на эмоциональном уровне. Я скажу вам, что возможно Бог позволит, когда мне сказать слово о покаянии, так в покаянии действительно присутствует, это должно и эмоциональное присутствовать состояние, две составляющие. Но должно быть внутреннее вот это переживание того, что грех отделяет тебя от Бога. Но об этом мы не сегодня. Но мы, друзья, нуждаемся в более полном. Мы нуждаемся в полном эмоциональном и глубоком осознании греха. Кроме вот этого вот разумного интеллектуального понимания нарушения Божьей заповеди или Божьего слова, мы нуждаемся вот именно в необходимости того, что нам надо приблизиться к Святому Богу. Мы не можем жить без Святого Бога. Мы понимаем, что грех он отделяет нас из купленных, оправданных, очищенных. Грех по-любому отделяет нас от Бога. И только такое покаяние, которое жаждет Бога, жаждет близости с Ним, не только на эмоциональном уровне, а говорит, душа моя жаждет Господа. Душа жаждущая. Только такое понимание приведет нас действительно к истинному покаянию. Поэтому Еханан говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И в слове исповедуем как раз вот заложен этот смысл, который показывает покаяние как путь. В оригинале слово исповедуем имеет четыре значения. Первое значение соглашаться, признавать. Второе значение исповедовать, открыто признавать. Третье значение обещать. Четвертое прославлять, воздавать хвалу. Это значение одного слова. Что же мы видим? Еханан утверждает, что Божье прощение, то есть покрытие наших с вами грехов кровью Ишуа Мессии и наше очищение возможно только при условии исповедания греха. А это исповедание представляется как путь. Из чего же состоит этот путь? Этот путь он состоит из шагов. И давайте мы с вами увидим шаги покаяния, которые Дух Святой устами Иоанна он предлагает для нас с вами. Первый шаг. Нам необходимо согласиться или признать, что мы согрешили. Это первое с чего надо начать. Понять, что мы согрешили и признать это. И мы имеем Слово Божие, которое является путеводителем нашим по этой жизни. И мы имеем, или правильно сказать, в нас пребывает Дух Божий, который обличает нас. И тут уже вопрос нашего решения согласиться ли нам с этим обличением, признать ли нам, что мы поступаем неправильно или нет. Когда мы делаем это на скорости, у нас нет времени подумать, ну да, Боже, хорошо, я побежал дальше. Не думая, ничего, не задумываясь. Обычно это происходит даже так, мы согрешаем и говорим, вечером на вечерней молитве я покаюсь. Но скажу вам, что как правило, к вечерней молитве мы уже забываем о том, что надо покаяться о чем-то было, как правило это. В нашей суетной жизни это происходит очень часто. Представьте себе, сколько мы забываем за год этот ворох всего, что мы делаем. Второй шаг. Нам необходимо признать открыто, то есть исповедовать свой грех. И это, друзья, это необходимо не Богу. Он знает все наши грехи, он знает все наши помыслы, ему это не надо, это необходимо нам, чтобы правильно обозначить наш грех. Я приведу вам пример из своей собственной жизни. У меня был случай, когда я согрешил перед Богом, согрешил в неверии, я даже усомнился, что Бог есть. Я задавал ему такие вопросы, что страшно сказать. И стоя в молитве, потом Дух Святой меня обличил, и стоя в молитве, я начал говорить, Боже, прости меня за мое неверие, я согрешил перед тобой, усомнился в твоем присутствии, усомнился в твоем участии в моей жизни. Но знаете, что я вам скажу? Что Дух Святой повел меня назад в ситуацию, когда я согрешил, чтобы я понял детали своего неверия. И когда я действительно переосмыслил ситуацию и назвал вещи своими именами, то я скажу, что я почувствовал внутри своего сердца вот это состояние прощения и мира. Потому что до этого, я говорю, Боже, прости меня в моем неверии, знаете, это было действие, такое религиозное действие, я знаю, как делать правильно, я понимаю, что я должен покаяться, но я понимал, что это ни о чем, Дух Святой мне показал, говорит, нет, нет, тебе надо назвать вещи своими именами, чтобы ты понял, что ты сделал, и чтобы в дальнейшем в своей жизни ты к этому больше не возвращался, чтобы ты понимал свой проступок и больше так не поступил. Третий шаг, это обещать. Что же это значит? Я думаю, что этот пункт, он святан с принятием решения больше так не поступать. Что по сути является своего рода обещанием себе быть внимательным и не повторять свои ошибки. Скажу вам, что без этого шага мы будем вновь и вновь возвращаться к своим грехам. я скажу, что мы можем видеть вокруг себя людей, которые годами, а может быть и десятилетиями ходят в собраниях, но в их жизни ничего не меняется. Бывает же такое, да, друзья? Могу с уверенностью сказать, что они или не понимают, что такое же шува, или же в своем пути шувы они опускают какие-то шаги, что возвращает их назад. Но Бог выходит на человеческое решение. В послании во втором Паралипоменон, 15 глава, второй стих написано, Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если оставите Его, Он оставит вас. Поэтому если мы принимаем решение или даем себе обещание больше не возвращаться к этому греху или к этому поступку, то Сам Всевышний становится нам помощником, чтобы мы этого больше не делали. Четвертый шаг. Воздать хвалу Богу, прославить нашего Царя Ишуа. Ведь мы понимаем, что когда мы каемся, Бог прощает нас. И я уверен, что этот шаг, он является наиважнейшим в утверждении нашего обещания. Этим шагом мы запечатываем наше обещание, потому что мы знаем, что Бог, Он помогает нам. Если я с открытым сердцем обещаю Ему не делать какие-то вещи, Он становится мне помощником, и я воздаю Ему хвалу и славу, тем самым запечатываю свое обещание. И друзья, мы должны понимать, что только благодаря действию Святого Духа мы обличаемся во грехе. Только благодаря Божьей благодати и жертве Ишуа Мессии мы имеем возможность входить во Святое Святых и приступать Ишуа, который является ходатаем за нас, и Он ходатайствует за нас пред Отцом, когда мы делаем неправильные поступки. И даже Он всегда за нас ходатайствует. И наше покаяние и прощение ни в коем случае не является плодом наших собственных действий. Это не мы такие хорошие, что мы решили покаяться. Нет. Великий Бог Израиля, Он является инициатором нашего раскаяния и прощения, и освящения, и всего, что мы имеем в нашей духовной жизни, Он является инициатором. Мы всего лишь делаем ответ на Его Божий призыв и на Его Божьи действия. И пророк Осия, понимая это, говорит в 14 главе 2-3 стих «Обратись Израиль Господу Богу Твоему, ибо Ты упал от нечестия Твоего, возьми с Собою молитвенные слова, и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». И эта жертва наших уст, это жертва хвалы и прославления нашего Спасителя. Друзья, мы рассмотрели четыре шага от шувы, и эти шаги мы должны делать ежедневно. Но Бог, понимая нашу человеческую с вами сущность, которая свойственная забывчивость, предлагает нам маяки. Этими маяками являются Божьи праздники. Этими маяками являются 10 дней, трепета, которые мы сейчас проходим, это дни нашего раскаяния, дни нашего переосмысления нашей жизни, дни нашей генеральной уборки, чтобы мы пришли к празднику Йом-Кипур и возвестили себе, во-первых, возвестили этому миру, возвестили ангелам, возвестили демонам, что наши грехи, они покрыты кровью Божьего акца, закланного за грехи этого мира. Аллилуйя, Божий, спасибо Тебе и слава Тебе. И это наша часть, когда мы идем эти дни, мы приходим и возвещаем себе, мы говорим Аллилуйя, Аллилуйя, я прощен. Но для этого надо идти этот путь. Друзья, не могу закончить своего послания, не показав еще одного аспекта Йом-Кипура, очень кратким постараюсь быть. И для нас также очень важно понимать и знать, что в Йом-Кипур прощается прегрешение человека против Бога. Грехи же человека против человека не покрываются, пока человек не примирится с человеком, против которого согрешил. И Бог в этом праздник Он направляет нас по двум векторам. Первый вектор это отношение наше отношение с Богом, второе это отношение наше друг с другом, отношение человека с человеком. И тут нам важно понимать, что очень часто восстановление отношений с людьми, оно связано, так как мы живем в материальном мире, я ни в коем случае не разделяю миры на материальные и духовные, но просто говорю о том, что мы живем в этом мире, и наше покаяние очень часто друг перед другом, оно должно подкрепляться неким, возможно, возмещением ущерба, если он принесен, а также желанием получения прощения. И если обрисовать практическую сторону получения прощения, то не всегда достаточно сказать прости меня, да, как обычно, ой, прости меня, я был неправ, прости, я взял твою машину, разбил ее, ну, ты брат, спасибо, брат, нет, друзья, нет, если ты разбил машину, ты должен ее починить, а я скажу, что помимо того, что ты должен починить заправить полный бак и сказать, брат, я вот еще тебе заправил полный бак, купил очень классный освежитель воздуха, чтобы ты меня простил. Иногда надо взять брата, которого ты обидел, или сестру словами, пойти в кафе, попить с ним кофе, купить самое вкусное пирожное и провести время с ним, чтобы действительно знать, что ты получил прощение. Очень часто сказав человеку, прости меня, мы даже не ждем того, чтобы он нас простил. Я свое дело сделал, галочку поставил, прости, все, ты верующий, должен меня простить обязательно. Но я скажу, что действительно прощение обидчиков это тоже очень важный момент, потому что Ишуа простил нас. А в молитве очень наш, мы видим, показан очень важный принцип, по которому Бог прощает нас. И прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим. Наше прощение от Бога зависит от нашего прощения к людям. Это принцип. Подводя итог, можно сказать, что одни трепетно направляют нас, как я сказал, по двум векторам тшувы. Вектор отношений с Богом, вектор отношений друг с другом. и каждый день, каждый год, не день, каждый год, подходя к осенним праздникам, мы должны осознавать, что все же, несмотря на то, что это очередной год, мы идем наш путь спасения, путь нашего спасения. Очередной год пройден. И звук шафара, когда мы приходим к осенним праздникам, он обращает наше внимание на Божьи майки. Он обращает наше внимание на праздники, чтобы мы с этого пути, с Божьего пути, с пути нашего спасения не сбились. Мы начинаем идти дни трепета, сопоставляя свою жизнь с Божьим Словом. А это Слово говорит, что мы имеем вечное искупление, как я прочитал вам в послании к евреям. Но как Крав Шауль говорит в послании к римлянам восьмой главе, мы в себе стянаем ожидание усыновления и искупления тела нашего. Мы спасены, но ожидаем спасения. Мы усыновлены, но ожидаем усыновления. Почему? Потому что мы идем с вами в путь. Путь. И Шуа раз и навсегда сделал нас совершенными, но мы идем путь освящения, стремясь к этому совершенству. И я хочу, друзья, пожелать всем нам быть с вами послушными Божьими детьми, которые знают звук Божьего Шафара и которые готовы прилагать все свои усилия, все свои старания, чтобы совершить путь своего спасения, который является путем швы. Помня праздники Господни, которые помогают нам с вами это сделать. И пусть Всевышний благословит нас. Я благословляю вас именем Господа, я благословляю иметь в Йом-Кипу радость от спасения, которое даровано жертвой Ейшо Мессии. Благословенное его имя. Бешем Ешо Машехейну. Амэн. И не мешкан Элёим Ибдей Адам Хема Ию Леам Уим Хебот Ибдей Адам Машехейну Субтитры подогнал «Симон»